здравствуйте дорогие друзья сегодня на нашем канале мы расскажем о творчестве александра петровича митсника как он рисует воробушка в картине звуки ночи охотник здесь очень много уже произведений в этом написано написано частично миниатюры правда не до конца мы тоже будем это публиковать написано начало как писать рыбу немножко написан охотник прошлый раз прошлом видео уроке мы показывали как писать траву на переднем плане видите появилась лягушечка наши мастер-классы очень короткие и лаконичные прошлый раз мы писали траву другой раз мы писали птичку потом мы писали звездное небо с отражением где рыбку писали и сегодня мы будем писать воробья и так слово александру митснику немножко картине воробья не воробья будем сказать воробушек разных три воробушка папа мама и как бы ребеночек но еще вот это вот гнездышки и воробушки вот такие вот они это своими крюшками так вот сочинили я нашел рисунок ну чтобы написать воробушек естественно не стал их ловить потому что птицам и так трудно сейчас я нашел хорошие фотографии зарисовочки и начну с них писать ну давайте вот с это вот спящего воробушка фотография должна быть чуть-чуть матово значит что я делаю первую очередь они находятся тоже в маленьком домике освещенный теплой такой краской света напишем и масляными красками на разбавители тройник синтетическими кистями маленького номера первый-второй номер и пишем вот так мы эти какие-то должны быть круглые у него закинок можно накладываем на холст который был когда-то загрунтован натянут на подрамник вот это подмалевок который здесь есть он дает нам мы его где-то оставляем где-то оставляем этот подвалевок видите вот так резкость наведена очень хорошо красочка накладывается кисточку я беру сразу вторую потому что она должна быть посветлее два колера и две кисти да тут как в самой работе вот я тихонечко подглядываете вот чисто-чисто выдать вот так вот полу закроем ему глазик пусть он как бы спит работа выполняется вся в теплом колорите потому что сзади нас перед картиной стоит огонь костер грозы очень слушать внимательно понятно ну что не электричество проведено в этом это лесной охотничий доме давайте вот я показываю как глубоко я вот этой краски вот это подмалевок я не трогаю не трогаю его подмалевок и чтобы написать воробушка благодаря вот этому подмалевку мы очень делаем быстро с мы рисуем рисунок основной его характер перьев вот мы вот эти я вот так вот поправляю сейчас мы понаблюдаем как мастера потом я по фотографии не смотрим разницу нет не надо к никакой фотографии возвращаться еще не будем показывать нет это не делается для художника только для художника для вас зрителям только то что есть вот она еще может быть вы подклеешь интернет и там будешь пока может быть перья воробьи на на постановку вот он сидит на пороховнице это маленькая пороховница которую охотник хранит порох то есть у нас здесь еще много вот она такая ведь вещей которые принадлежат охотнику помимо животных растений лапки у нас почти вот у него там они спрятали они спрятались он же сел на них нахохлился да 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 не надо лапки рисовать ну а мы не видны сплошная вот мы так пишем видите вот поставляем аккуратненько ну а теперь я беру коричневую красочку вот коричневый развалителя почти не используется уже готовая краска полужидкой подправляю видите какая фактура вообще класс поправляю за ним кейсей не идет вот так вот киевики вот если подмалевок мы раскрывали жидко сочно у нас было много разбавить и шел запах сейчас мы занимаемся миниатюрной работой прописываем птичку тонкой саде это белка чисто белича кисти и она удобно первым номером белочи кисточкой вот такие мелкие детали укладывать красочку по форме вот он засыпает вот видите он засыпает такой характер мы передаем с любовью нежностью относимся к нашему воробушку тогда он у вас обязательно получится по нашим видео мастер-классом вы можете самостоятельно его поправили работу какую-то теперь мы переходим вот я давай влево вот я держу гнездышко какая красота милота какая гнездышко самое-то гнездышко построили воробушки вот так вот лучше прям в глаза охотник вот так же по глаз не было видно не надо даже бога давайте построим посмотрим как наша гнездышко пирала вас образ всегда это образ прежде всего то есть нету такого что как на фотографии живопись настоящий в общем домик в домике гнездышко находится в домике а в этом домике находится охотник вот она это приученные воробушки которых это они не то что охраняют они просто потрясающе так ну и здесь еще один воробушек который смотрит давайте посмотрим другую сторону кровать на воробушку нарисовать давайте вот я смотрю у нас есть немножко вот так воробушка да и какой-то образ примерный мы передаем может быть это не воробушек может это какая-то лесная другая птица но это неважно товаров чтобы все птицы одинаков них есть клюв у них есть воробушек у них есть вот эти вот перья я почему-то как-то к воробушкам отношусь больше чем этот синячка она такая вот ты нашу шустра накалка хитренькая и как нигде не пропадет а вот воробушкам достается иногда вот я и сейчас были очень сильные холода они все попрятались а сейчас опять же вылезли вылезли зайцы мелкие вылезли из нора вот так вот эти глазик вот он ведь он там сидит тут конечно холод на урале очень сильный и это испытание для животных птиц вообще надо подкармливать независимо где они потому что им очень сильно достается то есть их нужно подкармливать птиц и собак кошечек надо как-то так не лениться так давайте вот я сейчас вот так ведется работа активно художник издалека вот еще сидит птичка еще раз повторяю что мы сейчас наносим рисунок этих птиц более подробный в теплых тонах используем какие цвета коричневая оранжевая желтая красная естественно и умбра натуральный умбра это краска наша номер один это соединяющиеся умбра только не натуральная умбра ленинградская ленинградская но ты редкая краска и не везде можно купить просто ее так называют в ленинграде придумали так ну и давайте перейдем сейчас на на ручку высветлять не больше так будем будем я сейчас и выдвинута перед а впереди ну-ка давай сделай сделаем она выцарапывается хочу 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 это игрушка вообще-то должна выцарапывать я когда эти красочка свежая на блестит у меня тут часто жили воробушка красочка она уже подсохнет она будет матовая потому что разбавить лак они подсохнут подсохнут вот видите мы сбоку смотрим она блестит где мы наложили красочку я когда это вот у меня в группе была художница которая следующую птичку а то нас осталось три минутки да давайте мы иначе видео будет очень массивно тяжелые и сможет не закачаться давайте тогда вот а вот эту птичку а это же не воробей это же к че-то другое какая-то да типа синички может даже пусть что угодно давайте мы сейчас вот я ее буду вот северные птички маленькие не видишь вот так 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 как она грудка мы ее потемнее работаем с ней тех писали светлой на тём а это темную пишем на светлой так вот глазик такой вот видите вот красота чудо чудо создается на ваших глазах на глазах нашего охотника вот он смотрит как александр митник пишет птичку ну птичку ведь без них нельзя вот все это так как здорово ну и тут давайте сейчас вот я перья тоже воробушку вот или там какой-то вот я ему там крылышки поправлю вот у него грудка такая она вот и кстати борода будет светлее мы ее потом поправим тут а грудку у птички и с крылышками можно даже высветлить видите красочку я крупно накладываю так крупно-крупно накладываю я помню вот но мало кто из художников показывает а вот когда я был мастерской разных художников зависит от его характера вот одни сразу прячутся другие это ну это больные в основном люди я их называю просто больные ничего страшного нету больной человек кстати среди художников очень много больных никуда не денешься больных творчеством искусством вообще искусство воли дали нервную систему потому что когда мы рисуем отдыхаем это любовь хорошая это искренне мы отдыхаем и вот видите я вот медитируем уходим в себя в свое творчество мысли и теперь беру желтую красочку вот чисто это давайте обличок поставим но на этом мы закончим сегодняшний мастер-класс да потому что у нас разгулялся следующий раз мы обязательно продолжим и возьмем какой-то другой кусочек например рыбу напишем хороший гнездо или например напишем подробнее собаку рукотворные скажем вот мы смотрим на всю картину целиком и прощаемся с вами и говорим что эту серию мастер-классов посвященной картине охотник звуки ночи эта картина автор ее александр митцник размеры и 120 на 110 и вот у нас есть прекрасная собака сейчас мы ее мышка публикуем вот она у нас по тягучке делает как иди сюда не надо не надо ребенок лежит не трогайте вот немножко живем наш эфир вот и вот этим вот собака этой и он будет героем нашего следующего мастер-класса поэтому подписывайтесь на наш канал смотрите наши видеоролики небольшие они посвящены еще и за студии для взрослых докажет дорожников и вот так вот в быту в квартире в такой вот мастерской импровизированные мы работаем потому что художник тоже хочет уединение уюта и каких-то комфортных условий для написания картины на этом мы с вами прощаемся еще раз говорим о том что сегодня мы писали воробушков которые наполняют нашу картину пользовались мы этюдами эскизами и фотографиями вот этими из интернета поэтому информации из интернета не брезгуйте до свидания всего доброго с вами была блогер галина митцник и александр митцник член союза художников российской федерации всего доброго до свидания